Сцена, огни и софитов, зрительный зал, аплодисменты – наверняка об этом мечтали или мечтают многие. Немалая часть артёмовцев всех возрастов поколения уже смогли продемонстрировать свой танцевальный, вокальный, акробатический талант на всевозможных конкурсах в фестивалях, проводимых на нашей территории. Теперь такая возможность появилась и у поклонников художественного слова. 15 октября стартовал районный литературный конкурс-фестиваль «Звучащее слово». И сегодня я уверена, что все участники районного фестиваля-конкурса «Звучащее слово» представят перед носом жюри, вынесут самые интересные произведения, в которых они проявляют свой артистизм. И пусть не покидает их муза. Всем участникам, конечно же, ни пуха, ни пера. Об открытии самого мероприятия возвестили хлопушечным залпом. На участие в конкурсе поступило более 200 заявок от людей разных возрастов и поколений. Но первый конкурсный день открыла именно младшая возрастная группа – дети до 10 лет. Творческие коллективы и отдельные исполнители – каждый стремился раскрыть на сцене свой талант. Я верю, тянькин, должен ты лечиться. Ступай-ка ты немедленно к врачу. Взыв нам, мой дорогой. И мне оттуда ты принеси-ка справку. Не хочу! Врачу идти! Со мной случилось чудо! Коля с Вазей умные, Вадик с Дивой шумные, А кудрявый Дима-фей всех на свете веселей. Коля с Вазей все зубрят, Вадик с Дивой все галтят, А Тимоша все смеется, Унывать с ним не придется. До уколы, когда нас пригласили, Весь наш класс! Коля с Вазей не зубрят, Вадик с Димой не галтят. Вдруг букет цветов заганет, Пахнет вкусно, перестанет. Вдруг я по дороге к школе Подерусь за Дирой Колей. И пору костюм порадный, Чистый, праздничный, нарядный. Вдруг разлуку с милой мамой, Дорогой, любимой самой. Не смогу я пережить, И от страха стану ныне. Конкурс проходил по пяти номинациям, самой популярной из которых оказалось стихотворение. Однако участниками были представлены произведения в номинациях «Проза», «Театрализация», «Песни на стихи земляков» и «Авторское произведение». Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Он их не съел. Но на раскрытую банку сбежались курики и склевали весь наш запах червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мама цигрица считала, что у них сын и так необыкновенный, и у него должны были полосочки быть, как у всех нормальных тигров, подберем. Но никто не хотел никому уступать. Папа говорил вдоль, а мама подберем. Вам ведь такой рукодельницы больше нигде не сыскать. Это пока вы не царушат ленится, не приживешься. Вот видать, ты характер укроткая мама на свете таких. А поясы свадьбе попьет сковородкой, вон у тюниках черт лим. А вы попьете чайную, и пропадешь и не труд. Были бы детки все, и мы оставили. Ваши чужие возьмут. Так не надо разводить, все знакомые курики, Как беливо крик стоит, о, как и корочка. Ах, дено на все село, о, голосе есть крикка. Очень чистое оно, как на березы. 40 номеров было представлено суд членам жюри. Среди них нужно было выбрать лучших. Каждый победитель первого конкурсного дня был награжден диплом лауреата, вымпелом и статуэткой Ника. Впереди состязание юниоров и взрослых. А 5 ноября состоится гала-концерт, в котором примут участие победители в номинациях от каждой возрастной группы, где будет вручен гран-при фестиваля «Звучащее слово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова